В аэропорты и на вокзалы могут вернуться курилки. Комитет Госдумы по охране здоровья разработает очередные поправки в антитабачное законодательство. Об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Игрушечное оружие хотят запретить. Такой законопроект разработали в общественной палате России. В документе прописали регламенты производства и продажи детских игрушек, имитирующих реальное оружие. По задумке авторов проекта, они не должны быть реалистичными копиями, чтобы их не смогли использовать преступники, которые хотят напугать своих жертв. Также полицейские не станут открывать огонь на поражение, приняв игрушечные пистолеты за настоящие. Согласно статистике, случай, когда преступники используют игрушки при ограблении, совсем не редкость. Не пришел в военкомат? Преступник. В России хотят обязать юношей, достигших совершеннолетия, самих являться в военкомат, не дожидаясь повестки. Пакет поправок к закону о воинской повинности уже внесли в Госдуму. Предложенные изменения серьезно ужесточают ответственность за нарушение правил призыва и постановки на воинский учет. К уклонистам собираются приравнять всех, кто достиг 18 лет, но не явился на призывной пункт. Получение повестки в этом случае роли не играет. Нарушителей ждут серьезные санкции. Тех, кто получил повестку, но не пришел, ждет штраф до 3000 рублей, а за повторное нарушение арест на 15 суток. Наказание предусмотрено и для должностных лиц, имеющих данные об уклонистах. Фирмы и предприятия обяжут сообщать обо всех молодых людях, которые у них работают, но при этом не получили военного билета. Антитабачное законодательство вновь подвергнется коррекции. Комитет Госдумы по охране здоровья разработает новые поправки. Предложенные изменения прежде всего коснутся курения на территории аэропортов и вокзалов. Сейчас появляться там сигареты запрещено, но после принятия поправок курение могут вновь разрешить. Также предлагают ослабить запреты, действующие для летних кафе и ресторанов.